Надеюсь, наши микрофоны работают. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут? Представьтесь, из какого города вы приехали. Меня зовут Галина, я из Краснодарского края, ну вообще я сибирячка. Больше час жизни я пришла в Сибирь. Было ли вам тепло здесь, на этом ретрите, в дождливом Сочи? Ой, это просто не то слово. Это огонь. Было тепло, комфортно, уютно, познавательно и очень интересно. Как выбрали именно ретрит Светланы Лавровой? Почему из всего множества именно к ней приехали? Вообще Светочку знаю давно, два года назад, даже уже чуть больше начала слушать «Автополстар». Из всех спикеров откликнулась душа именно на нее, потому что она откровенный, честный человек. И еще она доносит таким простым языком, что просто понимаешь сразу то, о чем она говорит. Какое самое яркое было переживание? И вот с этим переживанием, с этим, возможно, навыком, ценности вы уезжаете домой. Что вы заберете с собой? Ой, тут вообще я не могу выделить что-то одно. Все очень яркое. И работа Светочки, и работа помощников ее. Яркое все. Я даже не знаю, что именно выделить, потому что весь ретрит был ярким, заметым. Но тем не менее это было очень увлекательно, очень интересно и очень познавательно в плане духовного роста и в плане открытия себя. Галина, а Вы упомянули о помощниках. То есть это вот ведущий других практик. Расскажите, пожалуйста, что делали, кто вел практики, что Вас впечатлило? Ну, у нас был шаман. У меня это первый опыт общения у такого близкого с шаманом. У него настоящего шамана бубны, чаши, все это есть. От бубна такие вибрации шли, которые пробирали до мозга костей. И для открытия себя это полезные практики шамана. Еще была Ерочка. Это игра практик. Она проводила игру. Но это была не просто игра. Это мы в этой игре проживали, можно сказать, свою жизнь. И обнаружилось у многих такие затыльки, блоки, неправильный подход к жизни. И все это в игре обозначилось. И все это мы переброжили по новой и вышли в итоге на верхний сам уровень Творца. Теперь я творец своей жизни. Какие препятствия были в игре? Препятствий было много. И, допустим, у меня было препятствие сменить свое окружение. И я так записала себе, да, но, наверное, не осознала до конца, что надо это сделать. Вот, в ближайшее время. И меня игра опять спустила по лесенке с этого же места, что опять сменить окружение. Ну, то есть вот игра, она какая-то мудрая игра. Она какая-то, я бы сказала, такая заколдованная. Она прям чувствовала каждого игрока. И у кого какие слабости, она реагировала. И кто-то по несколько кругов ходил в некоторых местах. Очень интересно. Расскажите про практику стояния на гвозьях. Ира ставила на гвозди, да? Да, Ирочка ставила на гвозди. Она вела, она держала, она смотрела, как идут энергии. Стоя на гвоздях, достаточно продолжительное время. Многие там, кто-то по полчаса, кто-то по 20 минут. Но боль только ощущалась первое время. А потом ты уходишь просто в другие миры, улетаешь. Идут энергии, ты уже не чувствуешь гвоздей под ногами. Ты просто летаешь. Но у меня был особенный случай. Вот, я улетела на ту планету, откуда моя душа на этой земле. Здесь я уже давно. Но прилетела с планеты Феи. И я увидела, и Ирочка это видела, и я видела. Я увидела свои родные души. Они меня встретили. Там так красиво, зелено. Огромные цветы, как ванны, в которых можно купаться в полице. Я почувствовала вкус пыльцы. Это было великолепно. У меня покатились слезы от радости. Мне помогали те феи, с которыми я когда-то жила. И я знаю, зачем я пришла на эту землю. Для чего? Это удивительный опыт. Очень необыкновенный. Да. И Ирочка мне очень сильно в этом помогла. Она вела, она чувствовала, она поддерживала, помогала. Где-то подсказывала. И соучаствовала тоже в этом. Что бы Вы могли напутствовать тем участникам, которые приедут на следующий ретрит? Если Вы сомневаетесь, то обязательно приезжайте. Если Вы еще не в теме, и так Вас это не трогает, то Вам, может быть, надо еще подождать, подрасти. А если есть просто сомнения, ну, какие-то семейные дела, работа или что-то, найдите возможность приедеть, пожалуйста. Потому что Вы ни капельки не пожалеете. Здесь столько открытий себя, столько возможностей, столько людей работают на это. Чтобы каждый, кто участвовал в ретритре, осознал себя, кто на самом деле. Благодарю за ответы. И спасибо, что еще раз их нам повествовали, поделились. И до новых встреч. Благопринимаем.